Всем привет! Сегодня вторник 8 марта 2016 года и я поздравляю всех женщин с международным женским праздником. Желаю им всем здоровья, счастья, удачи, успехов самых различных, море цветов, как говорится, и океан любви. Сегодня так вот получилось, что это второй ролик и посвященный опять-таки той же теме общения. Но вот уже другой человек из Украины будет показывать и рассказывать о другой программе, которая может заменить скайп. Потому что, собственно говоря, люди устали от всех этих закулисных игр и слежек за пользователями и так далее. Здесь там такой длиннющий пароль каждому дается пользователю, что ой-ой-ой, его очень непросто ломануть. Вот посмотрите, пожалуйста, это будет сегодня мой второй подарок вам к 8 марта. Здравствуйте, Валентин! Здравствуйте! Валентин, я бы хотел вас попросить, скажем так, вот вы команды прислали, я прямо, как говорится, по-командно буду ставить в командную строку, скажем. Именно вот попробую поставить TOX, потому что у меня он, честно говоря, пару раз пробовал, у меня он не пошел. Ну и как вы к этому относитесь? Да без проблем, я могу по два качать, я наоборот хотел, чтобы у вас получилось. И у меня тоже раньше не получилось, а вот это тоже недавно с ребятами общался. Ага, ага. Вот, в том-то и дело, что я зашел на официальный сайт, попробовал оттуда скачать официальную сборку, которую они там больше всех нахваливали. А у меня вообще-все ничего не встало. Да. И я потыкался, помыкался, думаю, ну что, ну не идет так, не идет, что ж это самое тут. Я тогда себе поставил, запустил уже Минт в виртуалке, в виртуалке ее поставил, и посмотрел, что она пошла у меня, и тогда уже поставил себе на машину. Между прочим, даже неплохо, и так же самое можно добавлять в беседу других собеседников. А можно ли там создавать группы? Допустим, вот у меня там 100 человек. Одну группу я хочу сделать, допустим, под Linux, другую там для друзей, третью там для семьи. Вот такое есть там? Я, честно говоря, не знаю, потому что у меня пока появляются ребята временно, я работаю с населением, я в телефоне работаю, ставлю интернет, ребята. И они мне, кому я ставлю, я им говорю, хотите со мной общаться, вот вам эта программа, потому что я со скайпером не очень подругу, и даю им эту программу. Ну, вы прямо конкретно ставите в терминале, сразу у вас первая буква идет ЭХО. А, да, да. Ну вот я ее сейчас ставлю, нажимаю, так, она мне выскочила, пользователь, так, я наберу имя пользователя. Наберем Enter. Дебян, Nightly Release, ночной, это самое, так. Дальше, VGET. Что-то VGET, какая-то команда хитрая, сюда, apt-key, add, ну, давайте поставим, в конце концов, вот, делаю так, как вы прислали, окей. Так, дальше, копирую третью строку, инсталлировать транспортный, так, ну, давайте его сюда вставим. А у вас уже TOX установлен, да? Да, да. Я вам на скате скинул мой ID. Так вот, я его вижу, я сейчас его держу под глазами. Сейчас вот я нажал команду Suda apt-get update, и вот после нее я сейчас буду пробовать поставить этот TOX. Так, просто вот оставайтесь на линии, а потом у меня там же ваш ID, и мы, значит, это дело посмотрим. Так, QTOX я нажимаю, да, да. И пусть он там себе, как говорится, делает, что хочет. Так, что у меня с официального сайта у них там было четыре варианта, я два или три попробовал, ничего не пошло. Нет, они там идут, просто равно получается, там этот файл сборка, TZ, TZ, я с ними тоже не дружу. Ее надо распаковать, и там есть файлик один, выполняемый. Просто его нажимаешь, он открывается, этот цветок. А как запускаете вы TOX? Просто в терминале набираете TOX, или где-нибудь уже в менюшке есть? Нет, вон есть меню. Ну, вроде бы как сделали, и что дальше вот я... Create profile. Create profile? Да, да. Вот и все. Теперь заходите сюда, где с Серенком, в настройки. Так. Переходите в русский язык, если вас не устраивает английский. Да мне по барабану, что русский, что английский, так сказать. Ну, давайте, так сказать, поскольку... Так, хорошо, и что дальше? Вот вы устраиваете свои, что вам надо. Допустим, автозапуск. Ну, пусть пока... Ну, пока пусть заслужат, чтобы его... Давайте я вам покажу, где у вас ID. А вот он, да? А вот он, вот иди. И еще одно. Как я делаю? Я беру... Захожу потом в папочку этого QTor, и там есть файлы. Я эти файлы себе сохраняю отдельно на другом диске, на всякий путь. И когда я переустанавливаю систему, или ставлю где-то на другом компьютере, я эти файлы заменяю в установленном... А, ну, понятно, это как конфигурационные файлики, вот как я делаю с вишенкой. Смотрите, вот, допустим, сейчас у меня, значит, я могу... Вы можете себе взять мою ссылку и со мной соединиться, или я могу, допустим, вот я получил от вас ссылку. Вот я ее скопировал. И куда мне ее вставить, чтобы с вами связаться? Для меня-то... Так, вот. Это на что же я такое нажал? На людей. Так, если я, допустим, нажимаю вот здесь. И теперь что? Я могу, значит, с вами... Да, связаться. Связаться. Или по видео, допустим. Так, а вы настройте себя видео сначала. А как? А вот настройки. Так. Нажмите шестеремку, чтобы он не снимает. И вот тут вот, ардио-видео. Вот тут вот есть настройки. Надо выбрать свое устройство. Но у меня мышка не работает на вашем столе. Так, ну давайте тогда так. Подождите, давайте я сам тогда посмотрю. Вот USB-камера. 30 даже предлагает разрешение. Ну, самое высокое она дает вот такое. Хорошо. А что здесь? Устройство воспроизведения, опять-таки. Ну, встроенное, наверное. Так. Устройство записи. Ну, тоже встроенное. Нет, 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 подождите. А она не пишет? Микрофон. Камера без микрофона или с микрофоном? Камера со встроенным микрофоном. Нажмите еще раз встроенную запись. Вот монитор. Вот, например, у тебя он. Ну, попробуйте и то, и то сначала. Вы посмотрите. Ну, вот, синенький и есть, и все, и ладно. Идем дальше, пробуем. Значит, что еще тут? Ну, и ничего, не буду я больше делать. Хорошо. Нажимаю, допустим, на вас. И нажимаю, допустим, связаться с вами. Так, что ли? А, вот это, да. Ой. Ну, не совсем презентабельное у меня, как говорится, вид лицо. Ну, ладно. Давайте. Да, презентабельное. Давайте, откликайтесь. Так, ага, вот я вижу вас. Я вижу вас. Ну, у вас картинку я вижу статичную, без камеры, да? Да. Ладно, я вижу, что из себя в камере вижу. Ну, в любом случае. Хорошо. А, вот, вот теперь я вас, да, 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 я вас вижу нормально. Хорошо. Давайте тогда скайп отключим, а то иначе кушает сильно. Так, ну, сейчас вроде бы должно быть немножко полегче, потому что теперь еще осталось только отсоединиться от этого самого, от TeamViewer. Ну, что, рискуем? Так, отключаю я TeamViewer. Вот так. Ну, что, остались мы, как говорится, на токсе. И, значит, ну, давайте тогда таким образом. Значит, в данном случае, вот, как, допустим, мне сейчас получить доступ... Ага, вижу, ППА, текст, юзер, так, ну, куда? Ну, давайте я... Так, ну, на рабочий стол я себе сохраню. Есть дело такое. Ну, ладно, Валентин, я, значит, прощаюсь. Большое вам спасибо. Думаю, что это самое... Если там еще какие-то вопросы будут, я вам еще позвоню. Хорошо? Ну, все, до свидания. Ага. Не скажу я там, что он работает на 100% стабильно, но, тем не менее, программа работает. Поэтому, значит, люди могут пользоваться и этой программой. Так что, всего хорошего и до новых встреч.